Расширить перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи населению предлагает администрация Ненецкого округа. Такая мера направлена прежде всего на повышение уровня социальной защищенности жителей и создание равных возможностей в получении бесплатной правовой помощи. Об этом сообщил руководитель правового управления администрации Павел Рахмелевич на заседании администрации Ненецкого округа. Только в 2015 году в Государственное юридическое бюро поступило более тысячи обращений граждан. Это на 138 обращений больше, чем в 2014 году. Наиболее популярные из них касались вопросов по сделкам с недвижимостью, предоставления помещения по договору социального найма, жилья для детей-сирот и других мер соцподдержки. Я пришел к поводу, что необходимо увеличивать случаи, когда Государственное юридическое бюро имеет право вмешиваться и оказывать помощь гражданам, и расширить механизм их участия. В некоторых случаях нет возможности, например, обратиться в Государственное юридическое бюро в суд за установлением факта юридического значения, чтобы на основании этого решения они могли бы вообще просто помощь гражданам оказывать. Ну и плюс расширяются случаи, когда обращаются. Это в отношении установления прав на пособие, на социальные выплаты, в отношении вопросов, связанных с лишением родительских прав или установлением отцовства. Проектом закона о внесении изменений в окружной закон о бесплатной юридической помощи в Ненецком округе предполагается включить дополнительные случаи. Жители смогут получить консультацию и по вопросам восстановления в родительских правах. Специалисты помогут составить заявления, жалобу, ходатайство и другие документы. Люди с постоянной пропиской в сельской местности смогут рассчитывать на помощь юрбюро и адвоката по предоставлению их интересов в суде, либо в органах власти по вопросам пенсии и социальных пособий, оказания малоимущим гражданам государственной социальной помощи, оплаты субсидий ЖКХ. Субтитры создавал DimaTorzok